За два года цех по утилизации опасных отходов в Ненецком автономном округе принял от частных лиц всего 11 ламп. Жители города предпочитают избавляться от люминесцентных или энергосберегающих осветительных приборов по старинке, выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов. Между тем, такой мусор очень опасен. Виктор Прокушев выяснил причины экологической безответственности. Это самый популярный сегодня способ избавления от люминесцентных ламп. Снял, разбил и никакой возни. А ведь внутри каждого прибора смертельно опасное вещество – ртуть. В незначительном количестве, конечно, мы сразу заметить токсичного действия ртути не сможем, но опасность представляет как раз накопление вот таких паров ртути. Ртуть, накапливаясь в организме, может вызывать появление опухолей раковых организмов. Это однозначно. Сюда по одной лампе он вставляет. Подставляется вот сюда дробилка. И вот сюда подставляет. Здесь стекло дробится. Сначала очищает от люминофора белого. А потом дробит уже это стекло. Каждый день здесь уничтожают по 200 ртутосодержащих ламп. Это как энергосберегающие, так и люминесцентные приборы. За полтора года на этом оборудовании обезвредили 30 тысяч светил. Из них только 11 штук принесли рядовые граждане. Я думаю, что просто не хотят заморачиваться. Может быть, что неудобно. Прийти, надо оплатить. Потом звонят люди, спрашивают, куда можно сдать. Объясняют, что оплатите, потом принесете. Хорошо, сдадим. Лампы для утилизации действительно принимают небесплатно. За энергосберегающие нужно отдать 35 рублей. За люминесцентную – 40. Собирали. У нас собралось выше трех тысяч ламп. Когда наш округ закупил эту установку и появилась такая возможность утилизировать их, мы их сдали на утилизацию. В данный момент мы их тоже собираем. И в конце учебного года мы их будем сдавать на утилизацию. Ответственность педагогов для самих школьников примером пока не стала. Многие ученики до сих пор не знают, что энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в обычную мусорку. Есть у вас дома у кого-нибудь энергосберегающие лампы спирали? Да, есть. Вообще, знаете ли вы, что их нельзя выкидывать после того, как они уже свой срок выводили? Нет. До сегодняшнего дня не знали. А это обычные батарейки. В них склад цинка, кадмия, свинца и прочих не самых полезных для человека веществ. В мусорке им не место. И утилизировать их пока негде. Особо продвинутая молодежь предлагает и вовсе отказаться от батареек. Использовать альтернативные источники энергии. Представляю вашему вниманию источник питания, собранный мной из 10 картошин. Если с лампами проблема хоть как-то решается, то о батарейках пока и речь не идет. Защитники природы говорят, Ненецкому округу нужен небольшой цех по утилизации батареек. Пока же самый экологичный выход копить их до лучших времен.